привет и красавицы у меня сегодня к вам довольно таки откровенный разговор и думаю парням и будет неинтересен можно ли заниматься фитнесом во время месячных или лучше дать отдых своему организму ведь согласитесь что каждая из нас задается таким вопросом раз в месяц будьте или не быть спорту во время критических дней ведь мы правильно питались регулярно занимались фитнесом придерживались режима и тут на тебе этот день наступил неужели придется отложить тренировки на целую неделю достаточно долгое время женщин предостерегали от физических нагрузок во время критических дней мотивирует а тем что такая нагрузка может нанести непоправимый вред вашему здоровью но так ли это тут очень важно понять что каждый каждая из нас индивидуальность и общий план на всех нас не подействует менструальный цикл это вовсе не заболевание это физиологическое состояние то есть норма и у каждой женщины на проходит по-разному кого-то отсутствует болевой синдром а у некоторых наоборот сильные боли тошнота и головокружение как бы то ни было но для настоящих поклонниц фитнеса которые привыкли к регулярным физическим нагрузкам отмена тренировки на целую неделю считается просто неприемлемым в таких случаях можно ослабить нагрузку уменьшить интенсивность вашей тренировки уменьшить вес кантелей которые вы используете и убрать упражнения которые могут вызвать усиление кровотечения одним словом вы можете приступать к тренировке но не забывайте самые основные правила если вы испытываете сильные схваткообразные боли во время месячных лучше отменить и тренировку постарайтесь не пить кофе или чай перед тренировкой кофеин усиливает менструальные боли если все же вы решили начать свою тренировку то сделать ее немножечко облегченной если раньше вы делали три подхода к упражнению сделайте два подхода и не забывайте отдыхать во время месячных лучше исключить упражнения на пресс даже если ты уверен на своих силах и у тебя сильные мышцы пресса нагрузку на эти мышцы лучше отменить и если у вас эндометриоз или миомы заболевания которые увеличивают кровотечения во время менструации то в таких случаях конечно же спорт будет категорически запрещен и дам еще один советик для тех кто после каждой тренировки встает на весы и проверять свои показатели во втором цикле менструации или даже перед месячными вы можете заметить что ваш вес немножечко увеличился этого пугаться не стоит дело в том что во время месячных ваш организм вырабатывает определенный гормон который задерживает воду вашем организме и когда месячные пройдут пройдет и этот лишний вес дорогие девушки все эти размышления о тренировках во время критических дней могут быть не точными только вы с нами на основе своих ощущений можете себе сказать сможете ли вы заниматься фитнесом в эти дни или не можете но сейчас я покажу вам самый простой комплекс упражнений которые вы сможете выполнять во время критических дней которые снимут ваши болевые ощущения и сделав его вы просто дадите себе понять что хоть что-то сделали сегодня для себя итак давайте начнем нашу тренировочку сделаем глубокий вдох и выдох еще раз вдох и выдох расслабляем все наше тело руки ставим на пояс и медленно и очень осторожно плавненько делаем повороты головы вперед назад и теперь в стороны отлично разминаем плечи делаем небольшие круговые вращения движение все медленные плавные и в обратную сторону умнички выставляем ручки перед собой и отводим одну руку назад центр возвращаем и затем вторую старайтесь как можно сильнее повернуться назад и теперь две руки вместе и вверх стороны вверх делаем глубокий вдох-выдох вдох-выдох отлично еще раз вдох выдох опустили руки вдох и выдох и последний раз выдох и приступаем к нашему первому упражнению это такие будут приседания не до конца делаем все медленно и плавно ноги стоят вместе руки выставляем перед собой спина ровная с небольшим прогибом остановились и теперь отводим руку назад в центр назад в центр выдох вдох выдох вдох выдох вдох делаем все очень плавно делаем все очень плавно никаких резких движений не должно быть встали и сделали выдох и дальше на понадобится стульчик делаем отвод ноги в сторону поднимаем и он сгибая в колени и плавненько отводим назад опустили в сторону назад также следим чтобы все движения были плавными и медленными и последний раз опустили ножку теперь эту же ногу выставляем вперед и выставляем ее назад натягиваем носочек нога прямая делаем такой небольшой полукруг и последние разы 1 2 и 3 молодцы переставляем стульчик на другую сторону и то же самое выполняем на другую ножку старайтесь вывернуть колено в сторону и последний раз 3 2 и 1 выставляем ногу вперед и делаем небольшие круги корпусом старайтесь сильно не двигать работает только нога и последний раз молодцы глубокий вдох и выдох следующее упражнение лежа на спинке поднимаем таз и и немного сжимаем ягодицы если вы чувствуете какой то дискомфорт выполняет упражнение то можете его пропустить вдох выдох вдох и выдох молодцы и теперь переходим к следующему упражнению ложимся на бок упираемся рукой одну ножку выставляем перед собой и вторую мы будем поднимать работаем на внутреннюю поверхность бедра нога прямая на пол и и не кладем вдох выдох вдох выдох вдох выдох делаем плавно медленно перевернулись на другую сторону и поднимаем ножку раз два три четыре пять на пол не бросаем шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать молодцы отдыхаем растянем спинку и немножечко отдохнем и переходим к следующему упражнению мы медленно и плавно вытягиваем вперед руку и противоположную ногу и сжимаемся в одной точке и и Вдох, выдох, вдох, выдох. Умнички! И теперь меняем руку и ногу. Никуда не спешим, выполняем все медленно. Отлично! И теперь сразу же сгибаем одну ногу и выводим ее вверх. Молодцы! И вторая ножка. Тянем пяточку наверх. Еще немного. Умнички! Потянулись. Делали глубокий вдох и выдох. И следующее упражнение у нас будет в упоре на один локоть. Ноги мы сгибаем в коленах и вторую руку мы заводим за голову. И в таком положении мы поднимаем таз вверх. Десять раз. И теперь одновременно мы выпрямляем одну руку с ногой. Тоже десять раз. Умнички! Легли на другую сторону. И также поднимаем таз. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, плавно, восемь, девять, десять. И теперь давайте приступим к отжиманиям на коленках. Корпус у нас ровный, не забываем про это. Опускаемся практически, чтобы коснуться грудью к полу. Выдох, вдох, выдох, вдох. Молодцы! И расслабляемся. Давайте завершим нашу тренировку небольшой растяжкой. Одну ногу мы закидываем на другую и руками обнимаем нашу нижнюю ножку и подтягиваем ее к себе. Полежите в таком положении хотя бы полминутки. Молодцы! И меняем ножку. Старайтесь расслабить все ваши мышцы, все ваше тело. Отлично! Опускаем ноги. И чтобы закончить нашу тренировку, положите себе под поясницу какой-то валик с полотенцем. И полежите так пять минут, расслабив все ваше тело. Берегите ваше здоровье! Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok